Вон уже включил камеру, машет нам рукой. Вот, отлично. Алексей, да, привет. Добрый день. Да, добрый день. Презентацию запустите, да? Да, я вам прислал. Вы ее сможете как-то сделать, да? Ну, лучше, чтобы вы листали. Если не получится, сейчас Юлия просто с мобильного телефона была, она попросила. Если не получится, я запущу. Давайте так. Да, если можно, запустите, пожалуйста. А вы сможете со своего вопроса, чтобы листали вы? Я отойду сейчас немножко. Если честно, затрудняюсь. Ладно, давайте, хорошо. Сейчас тогда... Начинайте, я пока ее открою скачать. Да, давайте. Мы на нашем мастер-классе поговорим про гранты. Гранты – это такая вот форма поддержки, причем гранты бывают разные. Мы потихонечку их разберем. Федеральные, региональные, от бизнеса, от государства, от партнеров. Мы должны понять, чем они нам могут помочь, нужно или не нужно в них вписываться. И каким образом мы должны попадать под критерии, чтобы быть благополучателями, грантополучателями. И как бы, что дальше потом делать с этими самыми грантами. Потому что одно дело их получить, а другое дело их реализовать, и что самое главное – за них отсчитаться. Это на самом деле очень важно. Коротенько немножечко расскажу о себе. На данный момент у меня по фонду президентских грантов 8 грантов. Я признан победителем организации, которые я возглавляю, выиграла, победила в 8 конкурсах фонда президентских грантов. Две заявки признаны победителем в президентском фонде культурных инициатив. И 3 грантовые заявки Ростуризма тоже наши нашли свое подтверждение у экспертов Ростуризма. Это достаточно приличный опыт. Спасибо большое. Да, вот сейчас я настрою секундочку. Все нормально. Говорите тогда. Да, да, да. Вот давайте сразу на второй слайд, если можно. Да, вот тут кратенько о моем портфолио. То есть вот с такой красивой рыбой я изображен. Это наш художественный промысел «Рыбинские рыбы», который мы возродили и создали у себя в локации. Также на основе конкурса «Некоммерческая НКОшечка» сделано в музее «Рыбинские рыбы». В прошлом году она признана СОНКО, то есть «Социально ориентированной некоммерческой организацией». Надо отметить немаловажный момент принципиальный, что НКО, некоммерческая деятельность, может сочетаться с коммерческой деятельностью. И вот, скажем, ИП Алексашин Алексей, это то же самое и я, два в одном флаконе, да, что называется. Также в этом году, подав до 1 марта в органы территориальной власти заявление, признан социально ориентированным индивидуальным предпринимателем. То есть это подтвержденный статус СОИП. Немножечко про него поговорим, почему это нужно, почему это важно. Важно, потому что с 2019 года, наконец-то, статус социального предпринимателя, статус социального предприятия нашел свое подтверждение в поправке к закону о субъектах МСП. Что дает этот самый статус? Определенные льготы и преференции формы материальной и грантовой поддержки со стороны региональных властей. Более низкие ставки по тарифам, рановато тут еще, черточком. И возмещение части затрат. Поэтому есть смысл, конечно же, нашим с вами слушателям акселератора подумать над тем, могут ли они получить этот статус социального предпринимателя, либо социального предприятия. Там, на самом деле, все критерии очень просты. Для этого нужно просто-напросто понять, если вы производите товары для социальных уязвимых категорий населения, либо оказываете им услуги, это раз. И у вас трудоустроены, либо работают эти самые социальные уязвимые категории населения. К ним относятся инвалиды разных групп, многодетные матери, одинокие матери, малоимущие граждане. Все, если эти группы у вас так или иначе поставлены, либо же вы производите продукцию для них, либо же какие-то услуги, то вы можете претендовать на этот самый статус социального предприятия, либо статус социального предпринимателя. Подача документов два раза в год. Нам с вами есть смысл говорить о весенней подаче, которая идет 1 марта. Попрошу сейчас второй слайд, третий, вернее, слайд. Да, вот федеральные гранты. Вот буквально в конце августа по Бурятии чудеснейшая совершенно новость. Бурятия в числе регионов, которые вошли по итогам Ростуризма в туристические проекты, которые финансируются за счет федерации. Я думаю, что коллеги лучше меня, конечно, ведут, потому что там определен список и перечень темпы, на что Ростуризм выделяет регионам деньги. Скажем, вот молодцы у вас областные органы, которые отвечали за подачу, потому что, скажем, вот моя Ярославская область туда не попала. Соответственно, наши субъекты, наши МСП Ярославской области, к сожалению, не могут, в отличие от вас, участвовать в этой программе. Поэтому за комментариями, конечно же, к коллегам, в ближайшее время до вас, наверное, доведут какие-то более целевые указания, на что и как будут расходоваться и выделяться деньги Ростуризма. Следующий, пожалуйста, слайд. И региональные гранты, о которых же, конечно же, уже говорили коллеги, уже про это были сказаны слова, но, тем не менее, они так или иначе Республикой Бурятии даются, давались, и, будем надеяться, будут даваться. Поэтому большая рекомендация к участникам, просто-напросто мониторить, ставить эти сайты у себя в закладке и периодически смотреть. Некоторые, где возможно сделать уведомления, чтобы вам приходили на почту, посредством мессенджеров, чтобы любые нововведения, любые грантовые направления, вновь открытые, вам были доступны. Вы тут не обделены, на самом деле, потому что гранты хорошие, разной емкости, разного объема. Ну, допустим, вот в этой вкладке речь шла про 250 тысяч. С одной стороны, вроде бы это и немного, а с другой стороны, если мы почитаем, на что они даются, то это вполне себе адекватная сумма, которой при условии софинансирования можно и нужно воспользоваться. Следующий, пожалуйста, слайд. Мы поговорим сейчас еще, да, о федеральных грантах для некоммерческой организации. Здесь мы немножечко уйдем в сторону от предпринимательства, но, тем не менее, есть смысл остановиться немного на этом вопросе. Почему? Потому что, как я вот уже повторюсь, я в одном ключе и представитель третьего сектора НКО, и индивидуальный предприниматель. Можно ли сочетать некоммерческую деятельность с коммерческой? Конечно же, можно. Законотворчество, законодатели дают на это однозначное «да». И, в частности, вот здесь у меня в слайде выборка по Республике Бурятия с критерием победителей конкурса. И вот вы можете видеть наименование проектов, заявителя и сопрашиваемые суммы. Суммы здесь различные. До миллиона, свыше 500 тысяч, до трех миллионов, от трех миллионов до десяти миллионов и свыше десяти миллионов. На размер запрашиваемых сумм на самом деле не ограничивает вас никак. То есть никто вам не может запретить сделать проект и выйти с этой самой грантовой заявкой на фактически любую сумму. Важно что понимать? Нужно руководствоваться просто-напросто здравым смыслом, потому что все заявки, проекты, они проходят экспертный пул. То есть, вот в частности, как устроен фонд президентских грантов. Эти заявки даются двум совершенно различным рандомным экспертам. То есть, один эксперт, как правило, у вас из региона. Второй эксперт может попасть совершенно из любого региона Российской Федерации. Он может даже не знать о вашем существовании. Его задача как эксперта посмотреть, оценить заявку по критериям, по этим критериям выставить бальность. И то же самое делает второй эксперт. Эксперты эти, как правило, независимые. То есть, они даже не знают о существовании друг друга. То есть, вам, вот мне как эксперту, к примеру, может попасть заявка, и я не знаю, кто тот второй человек, которому эта заявка попала тоже. Таким образом, фонд президентских грантов стремится максимально сделать объективным порядок оценки грантовых заявок. И в случае, скажем, если возникает у эксперта конфликт интересов, то есть, если ему попадает заявка, которую написала организация, которую, может быть, как-то он аффилирован или знает, он должен, конечно же, сообщить об этом и уйти с рассмотрения этой заявки. Вот. Если разница заявок экспертов очень отличается, среднестатистического, ну, скажем, больше двух баллов, то есть основания у фонда думать о том, что, может быть, тот или иной эксперт каким-то образом не объективен, либо же заинтересован как в положительном, так и в отрицательном оценке этой заявки. И поэтому в этом случае, если разница экспертов очень сильно разнится, она направляется третьему независимому эксперту на независимую экспертизу, чтобы тот, так сказать, контрольно просмотрел и понял, и дал свою оценку этой самой заявки. После оценок этой заявки выставляется средний балл за, как бы сказать, за весь объем, за весь пул поданных заявок. Они формируют средний проходной балл. И вот тут мы как раз снова возвращаемся к запрашиваемой сумме. Скажем, заявки до 500 тысяч, как вот первая заявка в принтскрине, она, как правило, имеет меньше проходной балл. Ну, там, по-моему, 65 баллов было средний в последнем конкурсе. Затем от 500 тысяч до 3 миллионов, это уже 68 или 69 баллов должна заявка набрать. Ну, и свыше 3 миллионов до 10, 70 баллов должна набрать заявка. И свыше 10, соответственно, от 72. То есть, что это значит в переводе на русский язык? То есть, ваши критерии должны быть настолько безупречны, чтобы просто-напросто эти суммы вам одобрили. Там, конечно же, нужно упомянуть, есть такая графа, как соотношение и реалистичность запрашиваемой суммы. То есть, нужно иметь здравый смысл, нужно иметь какие-то, скажем, обоснованные расчеты для вашего бюджета, для вашей заявки. Это дает возможность оценить вашу заявку эксперту адекватно. Это, что называется, должен быть вполне себе умеренный аппетит. Вот. Напомню, что в фонд президентских грантов могут подавать заявки только некоммерческие организации. То есть, если вы понимаете, что есть у вас некая некоммерческая составляющая, вы можете зарегистрировать в региональном Минюсте организацию и можете также участвовать в грантовых конкурсах фонда президентских грантов. Как правило, эксперты фонда президентских грантов рекомендуют начинать с небольшой грантовой заявки, вот в первую категорию до 500 тысяч подаваться, чтобы ваш опыт там не был сдерживающим фактором для критерия оценки. Ну, а дальше, если компетенции ваши обретут, если вы сможете исполнять эти гранты, реализовывать, и самое главное – отчитываться за них, то ваши компетенции будут расти, и вы можете претендовать на более масштабные проекты. Давайте следующий слайд. Вот, гораздо более демократичное по требованиям к организации, к подающим – это, конечно же, президентский фонд культурных инициатив, отпочковавшееся от фонда президентских грантов, самостоятельное направление, которое в фонде президентских грантов было поддержка проектов в области культуры и искусства. Понятно стало на каком-то моменте, что это направление требует отдельного гранта оператора, и этим стал президентский фонд культурных инициатив, директор ИОС, сейчас Роман Карманов. Рекомендую, кстати, подписаться на Телеграм, его канал, где он регулярно о своих новинках рассказывает. Также у Телеграм-канал существует и у президентского фонда культурных инициатив как такового. Вот если мы посмотрим на этот слайд, то увидим, кто может претендовать на получение грантовой поддержки. Это не коммерческие организации, как мы уже с вами говорили, но кроме них еще и могут быть коммерческие организации и даже индивидуальные предприниматели. То есть это ООО, ЗАО, ПАО и ИП могут претендовать. И даже муниципальные учреждения и предприятия, это, конечно же, немножко не наш с вами случай, но что называется информация, которая может пригодиться. Конечно же, главным фактором для участия в этом самом конкурсе необходимым условием является отсутствие по налогам и сборам на момент подачи заявки, чтобы, скажем так, ваши задолженности не превышали номинал в тысячу рублей. И об этом нужно прикреплять справочку на момент подачи из налоговой инспекции заблаговременно брать документы. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот точно так же у нас с вами идет выборка по президентскому фонду культурных инициатив касаемо вашего региона. И тут суммы, я так вам скажу, мое почтение. Вот, скажем, первый календарь, да, видите, иммерсивная реконструкция празденства, заявленная сумма 12 миллионов, да, при расходах на реализацию. Вот расходы на реализацию, обратите внимание, то, что написано серым шрифтом, это то, что заявитель должен указывать в софинансирование, это немаловажная часть софинансирования. Как его понимать? Если вы, к примеру, просите те же самые там условные там 2-3 миллиона грантовой поддержки, то вы должны, согласно, вот скажем, положению и рекомендациям президентского фонда культурных инициатив, не менее 30% доложить своих средств. Это на самом деле разумно, это правильно, потому что и это благосклонно воспринимается при вашей оценке заявки, потому что это, ну, происходит из общечеловеческой логики. Вы не просто просите какой-либо фонд «дай денег», да, вы еще и демонстрируете свое намерение тоже вложиться в этот проект. Это значит, что он интересен и вам. И даже больше скажу, что критерий успешности заявки дословно вот от экспертов фонда, он звучит примерно так, что вы бы в любом случае сделали этот проект, вне зависимости от того, вы играете, вы грант или нет, но он может быть, как бы скажем, в более меньшем объеме. Может быть, не все мероприятия по этой вашему проекту вы проведете. Может быть, не такой масштабный охват этого проекта будет. Но вы в любом случае этот проект проведете. И если это видно, то и эксперт фонда, и коллегиальный совет фонда воспринимает вашу заявку как серьезное намерение, а не как просто просьбу выделить вам средства. Это на самом деле очень важно. И здесь нужно сказать, какой аспект. О том, что софинансирование, его понимают не только как непосредственно какие-то деньги, да, в своем вот денежном смысле, но еще и денежный эквивалент. Это значит, что вы материальные свои существенные активы тоже можете писать в софинансирование. А именно, ну, располагающую, если вы располагаете какой-то материально-технической базой, может быть, какими-то материалами, которые вы намерены вложить в этот проект. И даже больше того, волонтерский труд, ваши собственные усилия тоже идут как софинансирование. Не если вы, к примеру, привлекаете там, ну, скажем, делаете вы фестиваль, раздаете вы флайеры среди жителей, привлекаете вы вот этими самыми флайерами. И ваши волонтеры, которые раздают флайеры, это тоже определенный материальный ресурс. То есть вы уговорили их, вы, они потратили свое время, это время тоже может быть материальным ресурсом, может быть софинансированием. Вот, поэтому настоятельно, как бы, очень рекомендую присмотреться к президентскому фонду культурных инициатив, как к фонду-оператору, который имеет наиболее демократичные критерии по формам собственности заявителей. Скажем, даже вот более того, 18 октября этого года, то есть буквально через месяц стартует следующий конкурс, очередной конкурс президентского фонда культурных инициатив. И, конечно же, вот месяц есть подумать, с какой именно инициативой вы можете выступить. Делаться на самом деле очень просто. Велосипед, что называется, изобретать не надо. Если у вас есть какая-то мысль, ее просто нужно оформить и упаковать. Упаковать на сайте президентского фонда культурных инициатив залочены короткие, там минут по 20-30 видео, на каждой из этапов подачи заявки вы можете их посмотреть. И в доступной в легкой форме там об этом все рассказано. Также можно посмотреть вот проекты, которые коллеги ваши по региону подавали, понять, с чем люди выходят, что их умами движет. Может быть, как-то это поможет вам сформулировать свою идею. Поэтому президентский фон культурных инициатив – это такая вот доступная платформа, где идет выделение грантовых средств. После того, как ваша заявка будет признана победителем, с вами Сбербанк. Сбербанк – это оператор президентского фонда культурных инициатив. С ними заключено соглашение. С вами связывается сотрудник Сбербанка. Он прикрепляется к вам и помогает вам совершить операции необходимые денежные с открытием специального расчетного счета. Ваш расчетный счет, которым вы, может быть, на данный момент пользуетесь, для этих целей будет не подходить. Грантовые средства будут перечисляться на этот самый расчетный счет. Важно! Грантовые средства не облагаются налогом. То есть даже кто из предпринимателей находится, скажем, на УСНО 6% с оборота нет, с этих грантовых средств налоги браться не будут. Это на самом деле хорошая новость. Это нужно учитывать, конечно же, и при составлении бюджета. То есть никаких налогов туда вы в бюджет не забиваете. Конечно же, налоги по заработной плате сотрудников, по заработной плате сотрудников организации – это не касается. Вы, если у вас в вашей грантовой заявке намечена заработная плата руководителя, даже не организации, руководителя проекта, тех людей, которые непосредственно заняты в проекте, то, конечно же, все необходимые выплаты в пенсионные и социальные фонды вы должны предусмотреть. Как начисляется зарплата? Сразу же вопрос. При грантовой заявке зарплата не должна превышать среднюю зарплату аналогичных работников по вашему региону. И должна учитывать фактически проведенное время. Скажем, если у вас руководитель проекта занят в этом проекте, то зарплату мы берем среднюю по региону и прикидываем, сколько времени от стандартного 8-часового дня сотрудник занимается проектом. Это, опять же, для чего? Эксперт фонда оценивает, насколько вы адекватно оценили усилия команды проекта в области заработной платы. То есть, если человек, может быть, сделал условно 2-3 звонка, либо провел 1-2 встречи, то вряд ли будет адекватно просить зарплату за полный рабочий день. Вы, конечно же, можете ее задекларировать, но просто-напросто будет меньший балл в заявке для адекватности проекта. То же самое касается и бюджета, и расчета каких-либо материальных средств. Если вы нанимаете соисполнителя по вашему проекту, либо же заказываете те или иные средства материальные, изготовление, может быть, работы, то они должны подкрепляться настоящим проектно-сметным расчетом. Алексей, Алексей, добрый день. Спасибо вам большое. Вот у вас очень большой интересный такой опыт написания грантов. Расскажите, пожалуйста, лучше о своем опыте, потому что то, что вы сейчас рассказываете, нам, в принципе, министерство все доводит, и мы правила знаем. А вот очень интересно, какие у вас идеи были, с какими вы трудностями встречались. Это для нас будет гораздо полезнее. Спасибо. Алексей, как туристически ты имеешь в виду, да, Ля? Вообще, у нас здесь НКО нет, у нас все сидят действующие бизнеса, и нам бы интересно вообще найти вот идею, да, и работать как технологию. Хорошо, что вы меня корректируете, это правильно. Да, вот у вас, да, вот такой опыт интересный. Давайте вот на этом слайде остановимся. Вот отлистите на слайде назад, пожалуйста. Алексей, и будьте добры, сделайте, пожалуйста, акцент именно на бизнесовых проектах, а не на социальных. Спасибо большое. Да, конечно же, конечно же. Вот смотрите, да, мы здесь видим слайд с логотипом «Культурный код». Это программа МТС. Она поддерживает бизнес. Вот и специально я дал ссылочку на новостные агрегаторы культурного кода по вашему региону. Вот здесь, скажем, МТС никак не представлен. И попрошу сразу же следующий слайд. Вот, скажем, это культурный код. Это уже вот мою бизнесовую историю, как мы с вами ее называем, да, поддержал МТС. То есть у нас с вами в любом регионе есть те или иные федеральные либо региональные какие-то бизнесы, которые имеют свои социальные программы. Вот, и скажем, вот мы вышли на МТС, на его подразделение «Культурный код», и с помощью МТС мы открыли керамическую мастерскую. Здесь как раз у нас вот слайд из, с открытия керамической мастерской, ученики и педагог проводят им мастер-крас по изготовлению оберега, такого вот изразца. То есть нужно поприсмотреться, скажем так, к крупным игрокам вашего бизнеса, и как регионального, так и федерального. Вот, скажем, предыдущие коллеги из Смоленска разговаривали про сеть заправок, допустим, да, про Росатом. Вам, конечно же, видней, что у вас. И как бы здесь есть специальная структура вот у больших федеральных и региональных игроков, которые отвечают за работу и за поддержку малого бизнеса. Нужно как-то с ними законтачиться и понять, чем вы можете быть им интересны, насколько вы соответствуете их критерии грантовой поддержки. Вот, что касается конкретно региона, скажем, нашего и моего опыта именно как субъекта МСП. Интересный был опыт, скажем, открытия информационно-туристического пункта. В чем это выражалось? На данный момент, когда мы занимались как субъект малого-среднего предпринимательства, мы в городе, в нашей локации не имели туристко-информационного центра. Вернее, он, конечно же, был, но он присутствовал не совсем удобно для посетителя. Он находился на третьем этаже торгового центра. Согласитесь, не каждый турист полезет на третий этаж, чтобы что-то спросить или узнать, или получить карту туристическую. И поэтому был вот такой нюанс. А мы находились на туристической тропе и фактически уже исполняли функции туристко-информационного центра, потому что туристы приходили к нам и спрашивали, а вот как пройти туда, что посмотреть, что покушать у вас можно, где у вас можно приобрести там то, все, как мы можем сделать прокатиться экскурсии. И мы фактически уже исполняли эти функции. И когда я пришел в наш департамент туризма, я, что называется, пошутил немножечко, сказал, ребята, давайте узаконим наши с вами взаимоотношения. Давайте же, наконец, поженимся. В каком плане? Потому что я уже фактически несколько лет туристко-информационный центр по бумагам, мы, конечно же, не он. Ну и поговорив с директором нашего департамента, мы заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Город, департамент туризма и субъект малого предпринимательства договорились о том, что город оказывает материальную имущественную поддержку посредством предоставления льготной ставки аренды. Департамент туризма оказывает информационную поддержку. Он снабжает туристко-информационный центр раздаточными материалами, теми самыми картами туриста, программой событийного туризма. Ну, всей той раздаткой, которая печатается в любом регионе, которая предназначена для бесплатного раздачи туриста. Ну, а турист, конечно же, их привык брать бесплатно. Да, ну и что мы, допустим, как объект малого предпринимательства с этого имеем. Значок туристко-информационного центра, который привлекает, естественно, туриста. Турист к нам приходит, получает бесплатные раздаточные материалы, заодно приобретает, скажем, нашу уже сувенирную продукцию. То есть мы обеспечиваем таким вот образом дополнительный фактор привлечения туриста по фактору привлечения клиента и увеличивающийся турпоток. Надо ли говорить, что мы также обозначены на Яндекс.Картах, то есть мы точно так же сотрудничаем субъектом МСП, муниципальных властей и департамента туриста. Вот, то есть это программа поддержки субъекта МСП. Может быть, что-то еще скорректируете? Елен, да, если можешь, да, включись, вот ты в этой теме действительно значительно лучше меня понимаешь. Вот, позадавай вопросы. Ну, здесь интересует вот именно ваш опыт и желательно негативный, да, потому что мы привыкли рапортовать, какие мы умные, красивые. А вот ошибки, это же сын ошибок трудных, опыт сын ошибок трудных, как говорят. Да, я понял. Было бы интересно вот этот ваш опыт, потому что, чтобы выиграть столько грантов, я понимаю, что средняя, ну, скажем, координация успеха – это один к семи, это средняя средняя, сколько работы вообще делается. Да, давайте поговорим, конечно же. Это вот, да, и каким образом вы выводите проекты на бизнесовые, то есть вот успешный ваш опыт проектов, которые стали потом бизнесом, вот побольше вот этого. Потому что в бизнесе не бывает мелочей, если мы говорим сувенирка, да, например, в бизнесе, она может приносить больше доходов, нежели там, допустим, гостевые дома, как ни странно, и так далее. Давайте поговорим про это, конечно же. Вот, начнем с опыта реализации, да, вот поддержанный Ростуризмом наш бизнес-проект. Мы подавались номинацию создания новых турмаршрутов. То есть нами, нам был проработан опыт изучения нашего культурного наследия с точки зрения туристического бизнеса. И наш проект назывался «Росписи затопленных земель». Он такой вот интегрированный проект. Он одновременно же и культурно-познавательный туризм, и рекреационный туризм, и, конечно же, туризм, который связан с мастер-классами. Вот на этом слайде как раз мастер-класс представлен. То есть что он в себя включает. Затопленные земли. Я немножечко позволю себе экскурс в историю. У нас есть Рыбинское водохранилище, которое искусственно созданное море. И было затоплено около 600 деревень и сел, и даже целый город, называемый Малога. И мы проанализировали наследие этих городов, что делали ремесленники там. И на основе вот этого наследия мы создали керамическую мастерскую, поскольку те места традиционно были богаты красножгущимися сортами глины. И мы свой туристический маршрут с учетом вот этих вот наших особенностей индивидуальных мы разработали. То есть мы предлагаем участникам тур-маршрута попробовать себя в роли керамиста, вылепить оберег по старинным нашим узорам. И далее на приобретенном микроавтобусе за грантовое средство, конечно же, провести по берегу Рыбинского водохранилища, приблизиться на максимально близкое расстояние к затопленному городу Малоги. На побережье. А каким образом вам удалось автобус взять на грантовые средства? Больше приобретения технических средств он не дает деньги? Ну смотрите, ведь на материальные средства как раз Ростуризм и дает. Если у вас не так давно было... А, это Ростуризмовский, да? Хорошо понятно. Это Ростуризм, да. Это приобретение оборудования, приобретение элементов навигации, приобретение звукотехнического оборудования. Да, бассейны, строительство пляжей и так далее. Скажите, пожалуйста, у вас есть группа экспертов, которые пишут гранты? Потому что за такое короткое время сразу два ПФКИ выбрать, где это сильно, в принципе? Да, да, да. У нас, как бы, мы действительно работаем небольшой такой слаженной командой. Мы очень внимательно мониторим ситуацию. И мы, конечно же, пытаемся взглянуть на наши грантовые заявки глазами эксперта. То есть это самый важный психологический момент. То есть смотришь не на то, чтобы ты хотел, да не свои хотелки. А как заявка выглядит со стороны эксперта? Насколько она реалистична, насколько она адекватна? Вот это самый главный момент. Хорошо. Скажите, пожалуйста, да, вот у вас, например, человек разработал, написал грант. Какой процент вы оплачиваете ему за интеллектуальный труд? Как он мотивирован? Смотрите, да, хороший вопрос на самом деле. Потому что я думаю, что все мы видели, даже вот если там забиваешь поиск гранта, да, тебе потом Яндекс или Гугл, потом начинаю подбрасывать рекламу, где те или иные организации предлагают вам написать грант за ту или иную денежку. Но вестись, конечно же, сразу же скажу, на это не нужно, потому что принцип очень простой. Утром стулья, вечером деньги, а не наоборот. И вот тот наш человек команды, который пишет эти грантовые заявки, а вообще, конечно, труд коллективный, он, как правило, отвечает за дальнейшую аналитику. То есть за работу с фондом-оператором, либо же с органом Ростуризма, который принимает отчетность по гранту. Ведь самое-то главное не получить его, а правильно его реализовать и не менее правильно за него отчитаться. И человек, который формирует эту самую грантовую заявку, он потом просто-напросто на зарплате аналитика по проекту составляет аналитическую отчетность. Бухгалтер, соответственно, финансовую. То есть именно в этом как бы заинтересованность сотрудника команды проекта. То есть пишется заявка, в случае победы заявки на том или ином грантовом конкурсе, сотрудник получает денежное вознаграждение за ведение этой самой аналитики. Естественно, кому как не ему это делать, потому что он всю логическую связанность этого проекта, он его продумывал. Думал мероприятия, бюджет, связанность бюджета с мероприятиями этого проекта, и он больше, чем никто в этой теме. Вот так. У вас большая организация? Нет, у нас пять человек в штате. Это немного. Мы все занимаемся вот так или иначе реализацией грантовых заявок без отрыва, что называется, от производства. Мы также заняты вот в нашей сувенирной продукции. Мы ее серийно, периодически, постоянно изготавливаем. И на какие-то вот отдельные грантовые направления мы просто-напросто выходим и отдельно от нашей продукции работаем. Здесь, опять же, нам немножечко помогает сезонность. Надо сказать, что мы, конечно же, завязаны на навигацию. Мы город на Волге. Волга – это круизные теплоходы. И наш высокий сезон – это с мая по вот буквально сегодняшние дни, по конец сентября. Дальше начинается немножко посвободнее. И мы, соответственно, все грантовые заявки, мероприятия формируем так, чтобы нам оптимально загрузить наш рабочий график. То есть, вот пройдут теплоходы, начнутся мероприятия по проекту, скажем, вот к вопросу о сувенирке, да, заканчивается сувенирка. И делается уже, скажем, вот по ФКИ, президентский фонд культурных инициатив коммерческую, скажем, у нас нашу заявку от индивидуального предпринимателя поддержал. Она заключается в следующем. Мы воссоздаем предметы быта, предметы современного быта, но с традиционными, современными культурными кодами нашей территории. То есть, скажем… А графии есть у вас? Интересно посмотреть. У вас Рыбинск – это же исторический город, правильно? Конечно, конечно. Я их вам обязательно приложу, но, скажем так, вот традиционная прялка, которая есть и у нас, и у вас, да, прялка – это элемент, которым мы сейчас не пользуемся, да. У нас уже ткани и пряжа идет, как правило, промышленным способом, но прялка чем хороша? Да, это носитель культурных кодов. Нас с вами окружают другие бытовые предметы, но они, как правило, не персонифицированы, не украшены определенными кодами местности, локации нашей с вами. И вот у нас задача сделать капсульную коллекцию, которая будет снабжена кодами культурными, характерными для нашего региона исторически. Вот такая грантовая заявка, коммерческая вполне себе, потому что это будут предметы быта, которые мы будем продавать, в том числе и туристам, но она вот поддержана президентским фондом культурных инициатив. Да-да-да, слушаю вас. Какой процент сувенерки у вас идет по исторической тематике и какой вывод современный? Сейчас мы вышли примерно на 50 на 50 вот в этом сезоне. За счет того, что мы как раз вот брали гранты, получали гранты, исследовали и сувенирку мы уже делаем с каким-то уже вполне себе характерным лицом. И более того, скажу, что мы вот эти вот 50% на сувенирке с именно характерными нашими локальными чертами, мы намерены наращивать этот процент. Я хочу выйти где-то на 70-80%, потому что будет, конечно же, условно там кружка, условный магнитик, да, который все равно востребован, от этого никуда не денешься. Я в свое время даже статью такую публиковал, магнит как движущая сила туризма, да, никуда мы от этих магнитиков не денемся. Но задача, конечно же, нормального любого уважающего себя сувенирщика – дать возможность туристу купить сувенир, во-первых, произведенный, конечно же, в этом месте, куда он приехал, а во-вторых, который наделен локальными культурными кодами. Для меня, кстати, был такой знаковый момент. Мне в свое время из Парижа привезли такую маленькую Эйфелеву башню, брелок. Я переворачиваю ее вверх ногами, а на ней такой штампик «Made in China». И, понимаете, сразу весь смысл, весь кайф от сувенира, конечно же, улетучился, потому что сувенир должен быть произведен там, откуда приехал турист. В этом смысл поездки, именно попробовать локальную кухню, приобрести местный сувенир, в том числе и гастрономический, кстати, сувенир. В этом смысл экономики впечатлений, в этом смысл туризма. Скажите, пожалуйста, вот у вас организация, пять человек, они получают зарплату, ну вот как полноценные сотрудники, да, или как самозанятые? Ага, вот какой процент дохода вот несет вам привлечение грантовых средств от общего дохода? Вы имеете в виду в области оплаты труда? Нет, нет, оплату труда уже я получила ответ на этот вопрос, а вот по поводу вообще доходов, да, поступаемых в год, доходы от грантовой деятельности, вот поступление от грантов какой процент приблизительно занимает? Гранты сколько процентов прибыли? Я бы охарактеризовал это как сумму от 30 до 40 процентов. Да, ну вот да, это средние, получается, остальные продажи, да? Да, 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 вот смотрите, да, вот я немножечко вернусь к зарплатам, да. Вот последние годы пандемии, как раз, да, вот когда у нас по региону вышел приказ о том, что учреждения культуры и туризма, они должны быть закрыты. Это нас локдаун держал где-то год-полтора. Это, конечно же, было очень тяжело для субъектов МСП, да, если, скажем, ну, не знаю, там условно бюджетный музей сидит там, да, на окладе и по большому счету им не особо ни горячо, ни холодно, да, то есть, ну, может быть, получать какие-то премии за экскурсионное обслуживание. То для субъектов МСП, для частников это, конечно же, было убийство. И нас вот в эти годы как раз спас грант, когда мы делали большой объект показа. Мы мастерили вот макет того самого затопленного города Малоги Рыбинским водохранилищем. То есть, мои художники, резчики, дизайнеры работали за закрытыми дверями, мы не могли принимать туристов, но они получали зарплату за счет статьи бюджетных, предусмотренных грантовой заявкой. Вот здесь, что называется, как раз фонд и грант выступили таким вот рыцарем на белом коне и как раз... Алексей, что-то у меня повисло. Коллеги, или это у меня интернет, или у вас? Коллеги, меня слышно? Нет. У вас ключевые партнеры, многолетние ключевые партнеры есть, которые поставляют вам заказы, которые там постоянно дают возможность развиваться. Или вы занимаетесь исследованиями сами и, по сути, понимаете, какая средняя температура по больнице у вас по городу есть? И какой поток у вас в Рыбинске идет в туристах? Смотрите, да. Второе, конечно же, тоже есть. Мы без мониторинга, мы никуда. Но и первое есть. Наши промышленные предприятия, Рыбинск все-таки это город с промышленным потенциалом, так или иначе, имеют в своем портфеле сувенирной продукции запрос на некий местный товар. То есть, конечно же, скажем, вот сейчас близится время Нового года, да, это классическое время, такое подарков, календарей, сувенирки. И наряду со стандартными такими вот бизнес-наборами, да, которые, конечно же, не касаются ремесленников, но это вот офисные какие-то там ежедневники и прочее. Тем не менее, есть запрос на изделия НХП, изделия народных художественных промыслов. И за счет вот наших партнеров, наших предприятий, мы, конечно же, существенно пополняем свой портфель заказов. Это однозначно. Вот за что, конечно же, мы им благодарны, потому что они формируют портфель заказов. То есть, мы разделяем, скажем, и туриста как такового, да, у которого, кстати, средний чек, конечно же, меньше. Мы ведь должны понимать и вводить в свое, в аналитику такое понятие, как средний чек, да. Турист, конечно же, в массе своей, ну, около 600, вот, по нашим данным, рублей, вокруг этой суммы плюс-минус колеблется средний чек. Это у вас в проекте, в смысле, да, Алексей? А? Средний чек, это вот у вас в проекте непосредственно. Нет, вообще в городе. Нет, вообще в Рыбинске, да, туристически. Да, турист оставляет, допустим, на сувенир. Вот мы должны понимать, что, ну, если это не магнитик, конечно же, да, то это какое-то, что-то там, скажем, чай, варенье, может быть пока керамика, кружка, да. То есть мы на это ориентируемся. Если мы говорим про корпоративные закупки, то, конечно же, средний чек у нас выше. И корпоративные закупки, они для вот от наших партнеров, они, конечно же, больше на парадок. Это лучше для нас. Алексей, можно попросить вас фотографии, мерчи, которые вам заказывают, производство вашей заводы, фабрики, посмотреть, что они интересны? Конечно же, я Андрею ищу обязательно. Это на самом деле тот же самый мерч, да, но он с нашими культурными кодами. Я вам пришлю. Для иллюстрации, это на самом деле должны, должны выпускать фактически каждый регион. Это вот на ее прямо глубокое мнение. Да, это очень важно. Видите, по сути, я даже где-то такую формулу хорошую на слайде видел у кого-то, что перекус плюс сувенир, вот как задача минимум, да? Ну да, да, да. Ведь мы же такой известный, повторим, да, слоган, что туризм – это экономика впечатления, это, конечно же, и гастрономия, и еда. И надо думать, конечно, и производителям сувенирки, и с точки зрения гастрономии, и про сохранность, и про транспортировку, и продовоз этого самого сувенира. И это, конечно же, накладывает определенные ограничения и на продукты, и на способы транспортировки и упаковки. Да, да. Скажем, я немножечко, немножечко, да, так вот отойду в сторону, да, вот Рыгинск, рыба, да, и народ спрашивает рыбу. Рыба – продукт такой специфический, да, то есть свежую рыбу турист не увезет, на рыбу горячего копчения, как вы понимаете, существуют санпины, это достаточно скоропортищийся продукт, то есть человек увозит либо же рыбу длительной консервации, то есть соленую, сушеную, либо холодного копчения, но нами был разработан, допустим, сувенир, касающийся шоколадной рыбы. Вот как бы то ни было, да, вот парадоксно, рыба, которая в форме, шоколад в форме рыбки, и шоколадные наборы, как баночка таких вот сардин, такой вот на уровне юмора подарок, но тем не менее он стабильно пользуется спросом у туристов, особенно те, кто, скажем, не употребляет соленую, сушеную рыбу, это тоже ведь специфический продукт. Вот как раз я хотела вас спросить, что сзади вас стоят кошки, вот сувенирки, да, я думаю, что вы в продолжении темы рыбок, их, может быть, разработали, это ваши или вот... А, да, да, конечно же, конечно же. Скажите, пожалуйста, поближе. То есть я тоже, у нас здесь запрет на ловлю рыбы на Байкале и так далее, а тему-то вот таким образом хитро продолжили, да? Сейчас расскажу, да, вот покажу вам близненько, рыбинские рыбы и коты. Ну где рыбы, там и коты, да, и вариации на эту тему, вот это такие маленькие подвесы, мини-панно, которые нам, во-первых, дают, дарят такие положительные эмоции, это очень, как бы сказали, поколение, да, подростков мимимишно, это приятно, и это как раз вписывается вот в ту самую категорию стихийного подарка, то есть цена там до 500 рублей, турист с такой вот суммой расстается, как правило, без сомнений. Вот, а запретом на ловлю рыбы, да, я понимаю, конечно же, и вот можно выходить, может быть, даже какими-то такими чуть-чуть юмористическими методами из этого положения. Да, здесь у нас ребята с Байкала, есть ребята с Гусиного озера, с озера Щучий, вот эту рыбную тему-то Бурятии, ну как бы не обойти, поэтому надо думать, какую сувенирку делать, вот, тоже довольно интересно. Ну, тут действительно интересный пример, я даже, может быть, предлагаю сейчас, вот, если можете, Алексей, близко покажите, прямо вот с ноутбуком. Коллеги, сейчас микрообъявление, вот, мы переносим, да, вот семинар Аллы Ковтуновой, она здесь, но вот, соответственно, у нас, мы по времени немножечко не успеваем, вот, Алл, включи по машинам рукой, вот, но, соответственно, на любую там, на другую дату я сообщу дополнительно, вот, коллеги, перенесем семинар Аллы, а после будет Марина Овчинникова, вот, Алла у нас здесь, она помахала рукой, это замминистра по туризму Республики Калмыкия, да, вот. Друзей приятно, в отдельном республике приветствую. Да, 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 вот, у нас второй раз уже переносим, но, видите, вот, технически по времени сложно. Алла, мы согласуем время, я тебе все напишу. Спасибо огромное, спасибо. Вот, Алексей, да, покажите. Вот смотрите, да, пока у нас была пауза, я принес вам показать вот нашу так называемую рыбинскую рыбу, это Чехонь, не знаю, водится ли Чехонь на Щучьем и Гусином озере, вот, Чехонь названа в честь реки Шехонь, это эндомик наш, насколько я знаю, а по факту это из массива сосны, вот, видите, деревянную текстуру, сзади подвес, это вырезанная настенная деревянная скульптура, как видите, она абсолютно анатомические свойства рыбы, узнаваемость ее, несомненно, рыба как живая, и человеку, возя, вешают ее, вот, за крючочек на стену, очень любят вешать ее, либо же в бане, может быть, в загородном доме, на даче, либо же на кухне, где все вот такое аппетитное, вот, и вторая, крим сделаю, и в группу кину, прям очень здорово, да, действительно, ага, все есть, Алексей, можно еще вопрос? Да. Вот такие, по авторскому праву, вот мы все предприниматели, да, у нас работают команды, мы заключаем договора, каким образом вы мотивируете людей, которые создают у вас идеи, креативщиков? На самом деле, вопрос второй, потому что, вот, немножечко про негатив, да, давайте так, вот, рыбинские рыбы, позитив, не, пример негативный, вы меня спросили раньше, есть ли какие-то подводные камни, есть ли негатив с этим, вот рыбинские рыбы в этом виде, в каком вот я вам сейчас нашу рыбинку показал, они существуют уже с 2012 года, 10 лет, и вот мы буквально в прошлом году увидели выгорание одного из наших художников, понимаете, вот мы понимаем, что человек 10 лет рисует вот эту самую рыбу, он устает, и мы что сделали, вот был слайд ранее, гончарная, керамическая мастерская, мы человека берем и отправляем лепить керамику, и вот у меня уже вот такой вот сом, видите, вот он улыбается, и смена деятельности для человека, ему что-то интересно делать, это уже керамика, и, конечно же, ему определенная надбавка за разработку нового вида сувенирного изделия, это, конечно же, вот стимулирует, и, конечно же, какие-то плюшечки в виде, может быть, отпуска, либо творческой командировки, скажем, вот для того, чтобы человек занимался керамикой, мы отсылали на стажировку к мастеру в Ярославль сотрудника, вот, вот такие у нас внутренне, как сказать, организационные, внутренне организации, формы, поддержки, так мы стараемся бороться, во-первых, с внутренним профессиональным выгоранием, а во-вторых, стимулировать людей к новым формам сувенирных продуктов. Вот как предприниматель к предпринимателю, вы же, вот человек креативен, и, в принципе же, есть же рабы, которым можно отдавать, да, студенты, там еще кто-то, там рисовать-то дело нехитрое, придумать-то, это труд целый, конечно, ему обидно, а у вас много человек уходит от вас, если бы я на месте этого художника, может быть, я ушла бы, я забрала бы рыбу с собой, начала бы сама все это сдавать, продавать. Во-первых, к вопросу об авторском праве, да, вот это немаловажный момент. Рыбинские рыбы, это, во-первых, оказалось, что это не патентуемая товарная марка, поскольку оба, я уже с патентным проверенным, долгое время провели, мы и поняли, что нам это не запатентовать, потому что рыбинские, это географическое название места, оно не патентуется, и слово рыбы, это общепотребительное слово, оно тоже не патентуется, то есть забронировать, как вот серьезные ребята там в бизнесе торговую марку, мы не можем, в силу специфики названия, но тем не менее, прошу прощения, тем не менее, мы по факту, по публикациям в прессе, в СМИ, мы являемся владельцами вот этой самой, хоть и не зарегистрированной, но по факту, уже 10 лет работающей торговой марки, и в случае наступления каких-либо споров правовых, если бы какой-то, скажем, из наших художников захотел уйти, мы знаем, конечно, приходим выходить в пункт, поскольку рыбинские рыбы, и предприятие, которое делает, оно уже известно более 10 лет. Соответственно, даже если, скажем, кто-то, на предприятии делал эти самые рыбы, то он изготавливал их на зарплате, то есть он получал сфинансирование, оплату своего труда, и по факту уже с точки зрения, юридической точки зрения, это уже, скажем так, не дает ему возможности считать это своим произведением. Вот такая, по крайней мере, позиция юридическая, которую мы уже прокрутируем. Это момент, который мы прокрутируем. Ну, а с точки зрения того, что этот проект уже горал, чтобы ему что-то было интересно, я уже говорю, что мы прокрутируем новые техники, за разработку новых изделий платим определенные премии. Вот так. Спасибо большое. Действительно, коллеги, вот Елен, вы вместе действительно с Алексеем писали этот мастер-класс. Огромное спасибо за твои вопросы. Главное то, что Алексей рассказывает. Коллеги, есть ли еще вопросы? Пожалуйста, у нас есть некоторое еще время до следующего мастер-класса. Может быть, кстати, Алексей, вот можете показать с телефона, действительно пройтись, может быть, какие-то еще сувениры интересные. Да, давайте я тогда переверните там камеру, чтобы стоить. Сейчас, секундочку. Мы сейчас прям увидим, интересно, да? Да. Камеру перевернуть не получается. ну да, вон сколько рыб. Наши рыбинские рыбы, вот, осетровые, сом, карта рыбинского водохранилища. Здесь у нас собираются все наши рыбы. Вот сзади меня висит мерч, про который Елена спрашивала. Вот культурные коды. Это просто это просто как это показывают. А вверх, что с поднятыми руками это местная ворота 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 водохранилища. Она поднятыми руками компенсирует урожай и бренды наши они как бы обращались к ним ворота на богатые урожаи. То есть вот кубер или же вот вот так вот я хочу сделать что поднятые кодекции поднятые кодекции расширочные кодекции и расширения и поднятые кодекции и локальные культурные коды. Алексей, чуть-чуть звук тянет. Может быть, далеко от интернета ушли? Да-да-да, сейчас я поближе поднятую. А, все, отлично. Да-да-да. Я веду и у Евгении потом вопрос еще. Я правильно понял, Евгений, да? Да-да-да, говорите, Алексей, а потом Евгений. Да, вот сзади меня наша линейка рыб. Мы делаем их из местной сосны, вырезаем с помощью ручного инструмента и расписываем, вот скажем, осетра, сзади меня он изображает узнаваемый городской вид с набережной реки Волги. Это так называемая такая, ну, я бы сказал, что это, по сути, картина на дереве, два в одном. И рыба же у нас либо такая вот, ну, что называется, как живая, вот она, да, то есть, вот каждая чешуйка у нее прописана, либо мы делаем какие-то художественные уже приемы, вот, сомик там зелененький такой вот в траве, да, или же наша рыба, которая на гербе города, она с узнаваемым таким рыбинским пейзажем. Здорово, здорово прям. Евгения, задайте вопрос, да? Да, Алексею, во-первых, большое спасибо, очень интересно прям было вас слушать, все очень важно, но вот как раз-таки вопрос, вот на котором вас прервали, смета на зарплату нанятых исполнителям, можно, пожалуйста, все-таки его осветить, это очень важно. Еще раз, что про зарплату? Смета на зарплату нанятых исполнителей по гранту, что закладывается, что надо прям составлять все это. Смотрите, да, смотрите, о чем речь? Ведь повторюсь, что вас оценивает эксперт, и он смотрит, насколько вы адекватно и справедливо оцениваете зарплату. То есть вы берете среднюю зарплату подобного квалификации исполнителя, и оцениваете от этой средней зарплаты в рамках восьмичасового рабочего времени вы этого исполнителя занимаете работой. Ну, условно, если у вас ваш исполнитель трудится целый рабочий день, то вы смело ему ставите среднюю зарплату и пишите в комментариях, какой-то работе получает такая-то средняя зарплата в регионе, и эксперт не из региона, так надо собираться на какие-то зарплаты. Я поняла. А скажите, пожалуйста, вот команду проекта, когда приглашаешь людей в команду для его реализации, я также могу заложить на них зарплаты? Конечно, конечно. Смотрите, получается два момента. Члены вашей организации там могут быть те, кто у вас в штатном расписании, трудоустроенные, либо же привлеченные. С ним вы должны заключать гражданско-правовые договора ГПХ. Либо в грант я могу заложить зарплату на всех, кроме себя. Правильно? Почему же? Если вы руководитель проекта прописываете себе функции... На себя тоже могу. Конечно. Вот смотрите, я в данный момент руководитель двух проектов. я координирую во-первых всю команду проекта, я в СМИ с органами государства и я осуществляю закупки и контроль труда контрагентов. То есть вот такие у меня в данном случае проекты обязанности. За них я получаю заработную плату. Где-то Алексей Бельхалов у меня перед глазами что кроме ИП может где-то я что-то ошибаюсь. Не-не-не-не. Вы не можете только как самозанятый выступать. Эта категория граждан не является в перечне грантополучателей. Да, я знаю. Только юрлицы либо ИП НКВ. Да-да-да. На самом деле если вы руководитель организации и еще руководите проектом это ничего главное чтобы вы объяснили функции свои и нашли им правильное и логичное обоснование. Налоги я тоже могу заложить. Налоги какие именно? Я же за оплату должна буду отчислять налоги за работников. Да, конечно же. Налоги у нас по гранту платятся. Грантовая сумма не облагается налогом, но все выплаты трудовые они конечно же подлежат налогообложению. Вы должны перечислять в пенсионные и в социальные то есть те зарплаты именно на проекты. Налоги нельзя платить другие, которые не связаны с заработной платой членов команды проекта сотрудников организации по гранту. Спасибо, Алексей. Коллеги, еще какие вопросы есть? Какие? Пожалуйста. Алексей, пришлете тогда фотки мерча? Конечно, сейчас пришлю. Хорошо, пришлем. Очень вы молодцы, красиво. Коллеги, еще вопросы какие есть? Или мы тогда Алексея отпускаем? Я так понял, что да, исчерпали поездку. Ну и прекрасно. С меня мерч, много красивых картинок. Хорошо. Спасибо, что слушали. Рад был представить. Все, тогда всего доброго, Алексей. До свидания. Мастер-класс. У нас сейчас следующий мастер-класс будет. Я пока ставлю.